Два слова о посадке. С какой стороны надо к велосипеду подходить. Желательно только с этой, чтобы не было на ногах вот этих прорывок в виде звёздочек. Соответственно, быстренько ещё пробежимся по посадке. У многих я заметил ошибки, когда мы едем вот так вот, либо вот так вот, либо вот так вот. Как у боксёра. Чтобы всем было видно. Хороший амортизатор и не травмируются суставы. При этом правильная посадка локти не сводим прям сильно внутрь, но они идут там параллельно рулю. Либо так, либо так, либо так. Ещё распространённая ошибка вплоть до профессионалов, но они могут себе позволить. Это они руки кладут на рулю вот так вот. Казалось бы, что тут такого, но вдруг на шоссе какая-нибудь кочка и мы уже зубами на колесе. Сколько случаев было, так что застрахуйте себя всегда. Вот эти вот пальчики, чтобы было кольцо здесь, здесь и здесь. Далее. По посадке можно говорить ещё часами, но нам самое главное, чтобы у нас вес тела был распределён между седлом и рулём. Любое смещение, либо туда, либо сюда, идёт потея по управляению и координации велосипедом. Тормозим также обоими ручками, обоими тормозами. Хотелось ещё добавить по технике педалирования. Вы все знаете то, что надо давить и подтягивать, но существует ещё две зоны. Зона проноса, когда мы пытаемся выпрямить колено. После зона захлёста, как будто мы вытираем переднюю часть стопы об ковёр. И вот надо все вот эти четыре зоны использовать. Тогда будет правильная техника педалирования. Соответственно, вы будете тратить меньше усилий, но ехать быстрее. По технике безопасности на треке. У нас существует три зоны. Ну, назовём их три зоны, потому что мы всё-таки на шестейных велосипедах. Это зона тихой езды, лазурка и, соответственно, само полотно. Само полотно нам интересно в том плане, что когда у нас скорость уже большая, за 40 км в час, либо мы обгоняем, но также на большой скорости мы выходим на полотно. Зона тихой езды служит для тихого катания, но мы всё равно должны всегда думать о том, что если мы подумаем о тех людях, которые едут на треки, в свою очередь они подумают о нас. Предположим, что у нас идёт там тихая разминка или тихая закатка. Встаньте немножечко левее, встаньте по парам, это максимум, но не вставайте по три человека. Дайте возможность вас обогнать такой же паре по зоне тихой езды. И почему ещё у всех трековых велосипедистов, кто гоняется на треке, у них даже на шоссе посадка вот такая. Голова немножко повёрнута. Круговое зрение. То есть они едут на треке, они видят весь трек. Что происходит сзади, что происходит впереди, что происходит на той прямой или на том вираже. Также и вы должны стараться мониторить всю обстановку. Но это же в ваших интересах, чтобы вовремя уйти и не помешаться тому человеку, у кого преимущество по скорости идёт. Самое главное это, ещё раз я повторю, думать о тех, кто ездит с вами. И ещё более главнее, у кого больше скорость, у того и будет преимущество. Не из-за того, что этот человек более сильный, более подготовленный или продвинутый. Всё очень просто. Из-за того, что он работает, из-за того, что у него большой пульс, и соответственно на нём теряется внимание, теряется координация, вследствие чего вы можете с ним сцепиться и упасть. И уже не важно будет, кто виноват, он или вы, но пойдёте вы вдвоём. Вдвоём, втроём. Так что здесь надо очень внимательно быть. Зону тихой езды мы забрали. Когда мы выходим на лазу, сразу же баланс велосипеда становится более чутким, более отзывчивым. Потому что это уже, это полотно. Повнимательнее, ребята. Оно более наказистое, потому что резиновязкая, полотно более наказистое. Основная зона, где мы должны ехать. Вот если даже посчитать, это четвёртая дощечка. Получается такой эффект колеи. Нас прям сжимает туда, и оттуда очень сложно выскочить. Если мы будем ехать ближе к зоне тихой езды, особенно на скорости где-нибудь уже от 35 и выше, что происходит? С центробежной силой нас стягивает вот эту колею. И в какой-то момент при потере внимания может болтануть руль, и соответственно мы полетим через руль. Сколько случаев было. Так что всегда обращайте внимание, где вы едете и где вы заходите в вираж. То есть если на прямой ещё как-то допустимо немножко вильнуть и оказаться вот здесь, то при входе в вираж уже недопустимо. Надо ехать здесь. Далее, если у нас скорость от 40 и выше, безопаснее всего выходить на бровку. Что такое бровка? А чёрная линия, по ней идёт замер всего километража трека. То есть грубо говоря, по чёрной линии у нас 333 метра. Проводятся все отсечки, все гонки. Бровка это вот это место. Вот это место от чёрной до красной называется спринтерским коридором. Ну если углубляться в трековые гонки, это место служит для борьбы спринтеров на спринте. Ну и вот, значит, когда у нас скорость выше 40 км в час, безопаснее всего выходить на бровку. Потому что лазурка у нас всё-таки крашеная и она скользкая по сравнению с обычным полотном. И по обычному полотну будет более комфортно и безопасно ехать. Также обращайте внимание, что когда мы едем, мы не параллелим ноги. Постарайтесь почувствовать, что у нас стоит глухая передача. Постоянно надо крутить. Постоянно надо крутить, но соизмерять свои усилия и обороты, чтобы не накатываться и не тормозить и не ускоряться, если вы едете в команде. Также нежелательно пользование тормозами. Тормоза сразу же останавливает велосипед и получается это всё по прогрессии возрастает. Тот, кто за вами, также вынужден затормозить ещё жёстче. Второй человек ещё жёстче. Третий, четвёртый, пятый и вплоть до падения. Как говорится, гармошка будет играть очень сильно. Ещё я хотел бы показать, но это уже напрямую. Так как смены можно делать либо внутрь, либо наружу. Когда большая скорость и нам никто не мешает, и мы никому не мешаем, в том плане, что на треке нет людей, тренирующихся на трековых велосипедах, мы можем делать смены и должны делать смены на полотно. Это, во-первых, безопаснее, это экономичнее по энергозатратам, но надо делать правильно, это смены. Надо камеру как-нибудь переставить сейчас, уже ближе к прямой. Понял. В команде с такими же спортсменами, как и мы. Потому что тренировки на велосипеде могут продолжаться вплоть до 8 часов. Соответственно, одному тележить, утюжить очень тяжело. Тем более, если мы развиваем какие-то скоростные качества, то в любом случае нам нужно 1, 2, 3 партнера, чтобы тянуться, чтобы работать, чтобы повысить скорость. Потому что так просто она индивидуальным ходом не даётся. Значит, по виражу. Чуть-чуть подвинетесь. Самое главное, все смены, все съезды с лазурки производить только напрямую. Если мы не уложились в прямую, мы обязаны либо по Татану ехать, проводить весь вираж для своей же безопасности, либо по треку. Как мы сделаем смены на полотно велотрека. Подгадываем таким образом, чтобы, когда мы начали выезжать на полотно, у нас правая педаль прошла мёртвую нижнюю точку. И чтобы мы ей не цепанули. Потому что велосипед наклоняется, плюс угол наклона полотна. Сначала плавно, потом наращиваем апплитуду. Смотрим, сколько гонщиков прошло через нас. И когда мы видим переднее колесо, переднее колесо последнего гонщика, мы уже закругляемся здесь. Опять же, с хорошей амплитудой. И вот здесь вот замедляем амплитуду, выравниваем его садимся четко на колесо. Не допустим рыбить хвост. Это когда мы уезжаем, потом выравниваем. В этом случае на большой скорости нас может подсечь, и мы можем также упасть. Вкратце и всё. Если будет вопрос, то я отвечу. Покажи какие-то знаки, которые надо давать впереди идущему скелетону, существующему международному, чтобы все осознавали, что впереди происходит, как он будет смену давать, что он там делает. Основные знаки у нас на велосипеде, как на треке, так и на шоссе, когда мы держимся за руль. Это значит внимание, либо мы останавливаемся, тормозим. Локтями, да. Локти также могут, либо локти, либо пальцы. Соответственно, если мы едем за верх руля, мы же не можем пальцами показать. Никто не уверен. Потом также, с одной стороны, с другой стороны, какие-то помехи. Просто помеха, да? Какие-то помехи, да. Это значит, когда мы даем смену. Когда мы даем смену, перед сменой мы желательно, желательно показать локтями, и вот здесь вот внимательно не путайтесь, и локтем пропустить команду. То есть, если мы показываем левым локтем, мы уходим вправо. Если показываем правым локтем, то уходим влево. Самое главное понять этот принцип и не путаться. Потому что бывает, что люди показывают одной рукой, и туда же уходят. Второй человек, кто едет за лидирующим гонщиком, он должен, как бы, знать, что это локомотив, это паровоз, который везет команду. Но второй контролирует. Контролирует его постоянно. Он постоянно на внимание. И перед тем, как отходить, давать смену, мы делаем 2-3 круга более мощных под конец. Мы не начинаем ускоряться где-нибудь там с 2-3 виража, или вот с последних отсечек, но последние 2-3 круга мы должны сделать мощно. Просто на всякий случай перестраховаться. Потому что, когда скоростные отрезки, скорость на пределе теряется внимание, и на велосипедном сленге, грубо говоря, люди прямо цепляются зубами за колесо. Что это такое? Это очень низкая посадка. Ты вытягиваешься вперед, и как можно ближе подъезжаешь к колесу впереди идущего гонщика. Вплоть до спичечного коробка. Ну, как ездят командные гонки и устанавливают рекорды. И вот здесь вот самое важное, чтобы первый человек все ровно и хорошо сделал. Чтобы он докрутил вот эти 3 круга, показал и ушел. Вот это основное по сменам, по знакам. Ром, если еще останавливаться на культуре езды в группе, наверное, нужно сказать, чтобы тот, кто лидирует, он понимал, что за ним едет там команда, и здесь не нужно показывать какие-то свои скоростные качества. нужно главное исполнять ровность езды, не пытаться там доказать, что ты свежий можешь. Главное, чтобы не было рывков рваного темпа и так далее. Я объясню. Воспринимайте езду в команде, вообще всю команду, как локомотив. Вот первый – это сам паровоз, и за ним идут вагончики. И воспринимайте себя частью этой команды, частью этого локомотива. Самое главное – это не остановить паровоз, ну и, соответственно, его не развалить. Если у нас очень много сил, мы в первую очередь можем удлинять смену, но не поднимать скорость на 2, на 3, на 4 км в час, чтобы не было, опять же, вот этой гармошки. В велоспорте все делается очень плавно, очень ровно. То есть, если ты вышел на смену, и ты чувствуешь, что, да, мы медленно едем, есть силы, есть запал, в первую очередь надо хотя бы полкруга провести с точно такой же скоростью. Вот у всех есть компьютеры, все следят за каденсом, пульсом и так далее, но больше всего мы следим за скоростью. Еще один момент. Когда первый человек сдает смену, и второй начинает лидировать, первое, что он хочет сделать… Что? Ускорить. Да, правильно. То есть, он понимает, что он выходит на смену, и здесь он теряется, он даже теряется, он выходит и думает, так, на смене мне должно быть тяжело, а почему мне сейчас еще легко? Надо, значит, скручивать, чтобы не поставить, не сбавить обороты. И здесь, получается, скорость улетает, минимум, там, на полтора-два километра в час, а то и более. Вам же надо четко мониторить, как только дали смену, все уже, впереди никакой опасности. Сразу на компьютер, сразу же. Дали смену вам на 33,5. Первые полкруга, будьте любезны, отвести 33,5. Потом, если вы очень сильные, если вы чувствуете, что можно немножечко раскатить, повысите скорость на километр, ну, максимум полтора. Больше не надо. Посмотрите, потом сдайте смену, посмотрите, как группа отреагирует на ваше повышение скорости. Если она отреагирует адекватно, каждый будет потихонечку повышать, то, может быть, и не стоило бы, там, повышать, там, на два километра, на три. Все повысили, скорость выросла, все, ее и держите, если она комфортная вам. Прошло еще какое-то время, смотрим, до конца таневки, до финиша, остается, там, минут 15. Повысили еще, повысился пульс, нагрузка и так далее. Всегда думайте о том, когда вы повышаете скорость, то, что потом ее уже, по идее, вот, по хорошему плану, нельзя будет понижать. Если вы повысили скорость, будьте готовы держать ее. Это локомотив, который нельзя остановить. У вас не должно быть гармошки по дистанции. Сначала мы на разминке едем 30. Размялись, вроде, да, все хорошо. Поехали 37. Потом, ой, что-то по ножкам дало. Поехали 35. Потом очухались, вроде надо быстрее ехать. 38. Опять 38 проехали, устали. 34 уже поехали. У вас должно быть 30, 31, 32, 33, 34. И так вплоть до 60 км в час. Но в самом конце. И тогда вы сможете, да. Видите, это смешно. 60 км в час это смешно. Смешно сейчас. Потому что вы не пробовали очень ровно ехать. Если вы поедете очень ровно. Если на каждом круге, на каждой смене человек будет держать одну и ту же скорость и прибавлять вот по чуть-чуть. Всем будет комфортно. Ему будет комфортно. Вы не будете укатывать себя вот этой гармошкой, вот этой нервотрепкой. И вы поедете с такой скоростью. Да, это будет финишная скорость. Но 60 км в час она развивается только на финише. Но я думаю, что работа на скорости 47-50 км в час достаточно продолжительное время в команде, состоящей из 10 человек, которые четко делают смены. Это вполне по силам. Продолжительное это сколько? 10-15-20 минут. Это нормальное явление. Это едут не профессионалы. Это едут те любители велосипедного спорта, которые вот занимаются для себя. У которых тусо есть там немножечко. И они там могут усугубить в выходные дни. Но они знают как ездить. Потому что их с детства научили. Вам же самое главное понять вот эту технику. Понять ровность хода. Как едет велосипед, как вот едет группа, команда. И опять же, еще плюс. Пойдите друг к другу навстречу. Почему я сказал про круговой мониторинг трека. Посмотрите, кто очень быстро несется. Если вы едете на лазурке там 33 км в час, это очень мало. Если кто-то едет 40, чуть-чуть сместитесь. Выйдите на Тартан. Ничего страшного не будет здесь. Вы также проедете по Тартану 33 км в час. Но вы себя застрахуете. И застрахуете тех людей, которые уже на хорошей скорости делают какую-то работу. И у которых немножко теряется контроль качества. Это прокачивает. Есть люди, которые просто боятся панически заезжать на полотно велотрек. То есть то, что выше черный. Здесь также перестрахуйтесь. Вот мы знаем, что едет вроде как команда профессионалов. Ну там более-менее кто сидят на велосипеде. Но в этой команде может быть один или два человека. Вот боятся заезжать на полотно. И эта команда вас спокойно обгоняет по красной линии. Вы едете по лазурке и не уступаете. Один человек не может. И у них получается разваливается из-за этого команда. Потому что один не может боится. Обгоняет по Тартану. Теряется вот эта работа. Рабочий человек, единица. Поэтому всегда подумайте о том, чем вы можете помочь поспособствовать этой команде завершить свою работу. И также они в свою очередь будут, когда отдыхать на Тартане, будут прижиматься ближе. Всех пропускать. Еще один момент касается велотрека. По технике безопасности. Мы никогда не понимали этот вопрос. Но он встает уже с большей актуальностью. Потому что это тоже наша безопасность. Водичка. Обычная. Вот мы едем по лазурке. Захотели мы попить. Попили. Еще не особо сильно ориентируемся в велосипеде. Куда ее ставить. Но очень хотим поставить. Потому что хотим взяться двумя руками за руль. И тут происходит. Вот. А это на лазурке остается. Несутся кто-то. Или мы на следующем кругу едем. А бачок валяется. Падение. Потея. Внимание. Падение. Вот. Бачки желательно оставлять на столах. На всякий случай. Вот. Ветераны, которые тренируются не в наше время. Но также присутствуют на велотреке. Ветераны. Ну это те, кто люди. Кто занимался велосипедным спортом в детстве. Сейчас вот катаются без здоровья. У них это очень четко налажено. Ответственные по группам. Прям следят за тем. Что. Чтобы ни одного бачка не было во флягодержателем. Что это опять же наше безопасность. Вот человек едет и телефон разговаривает. Ну мы решим это заправить. Ну да. Насчет аудиотехники тоже. Плееры. Пара была случаев. Когда человек. Он видит. Кусок поля зрения. Но по слуху он не слышит. Ему кажется что он делает. Что он уже сплостно может сходить. Никаких вообще. Никаких плееров. Ничего. Ничего в ушах. В два раза была такая ситуация что под колесом. Здесь самое главное. Если ты понимаешь что здесь. Если ты индивидуально хочешь тренироваться. Снимай трек. Катайся один. Ради бога. Здесь вопрос может стоить в том. Что ты можешь своими действиями. Безалаберными. Безалаберными. Принести. Опасность другому человеку. Который абсолютно не хочет. Этого. Но он будет вынужден там. Каким-то образом. Не. Не отреагирует. Поэтому. Вот резюмируя. Если. Все сказанное. Будут. даваться какие-то советы. Да. Не в качестве там нравоучения. Да. Вы там правильно неправильно едете. Но просто. Для того чтобы. Мы хотим. К чему все это мы ведем. Мы хотим. Чтобы каталось как можно больше людей. Комфортно каталось. Это будет. Да. Комфортно. И это будет дешевле нам. Это будет. В правильном. С точки зрения. Эксплуатации там. Трека. Мы уже как клуб застолбим за собой. Больше. Права здесь находиться. И. Трек вот выдерживает 50 человек. В нашем сегодняшнем катании. Которое мы демонстрируем. Нам тяжело 20. Потому что это большие. Вот. Зазоры между людьми. Это. Каждый катается сам по себе. Хотя. В принципе. Если сгруппироваться. На три там. Группы. С продвинутый уровень. Средний. И начинающий. И те кто катается. Например. Делает. Какие-то интервальные тренировки. Вверху катается. Ну там. Чуть-чуть выше. Да. То в принципе. Это. Три нормальные. Устойчивые группы. Которые. Не. Мешают друг другу. Видели. После нас. Едут профессионалы. Там есть дети вообще. Да. Есть какие-то подростки. И едут абсолютно. Там. Вообще. Спортсмены. Профессионалы. Их там. Действительно. Человек 50. Они абсолютно не мешают друг другу. Наша задача. Чтобы при повышении количества людей. Уровень безопасности не снижался. Поэтому. Мы не. Делаем этот инструктаж. Не для того. Чтобы. Показать там. Что мы вот. Катались. Все. Все. Все время. Не понимая. Да. Что. А на будущий год. Мы хотим. Сделать более правильно. Мы хотим. Действительно. Сделать более правильно. И вот этот костяк. Сейчас. научить. Те. Кто будет вливаться. Им. Прямо. Делали все. Там. Давали советы. Замечания какие-то. Как надо. Как надо. Ездить. Потому что. У нас уже два падения было. За последние. Два раза. То есть. Это. Такие. Звоночки. Просто. Маленькие. Звоночки. О том. На треке. Расслабляться нельзя. Нельзя. Если ты. Едешь в паре. Ты можешь. Рассказать. Как ты. Потренировался. Вот. Там уже. Вообще. Нельзя. О том. Что. Поехали. Обгоняли. Параолимпийцев. Как мы. Обгоняем. Ммм. Группу. То есть. Если. Вдруг. Едет. Группа. По. Лазовке. Со скоростью. Там. Тридцать пять. Или. Тридцать семь. Километров. В час. Уже. Такая скорость. При которой. Ну. Нежелательно. Воходить. На. Зону. Тихой езды. Езды. Если мы едем. Быстрее. Своей группы. Там. Мы едем. Сорок. Или. Сорок. Три. Мы. Уже. Вынуждены. Обгонять. По. Полотну. Велотрека. Но. Здесь. Очень. Большое. Значение. Надо. Придавать. Прямолинейность. Езды. Вверх. Вверх. Вниз. А. Прямолинейность. Езды. Заключается. В прямой линии. А. Первый человек. Как. Паровоз. Должен. Заранее. Выстроиться. Не ехать. Прям. До конца. В колесо. И. В конце. Уже. Делать. Свечку. Начать. Обгонять. И. За ним. Все. Как. Буду. По. Ступенькам. Будут. Смещаться. А. Заранее. Сместиться. Чтобы. Его. Команда. Сместилась. И. Своим. Паровозом. Проезжать. С запасом. Всегда. С запасом. Как. Не дай бог. Сзади. Никого там. Не вильнуло. Не колбаснуло. А. Чтобы. Комфортно. Обогнали. Но. Опять же. Еще. Больше. Внимание. Надо. Уделять. После того. Как. Мы. Обогнали. Группу. Первый человек. Он. Так же. Представляет. Сколько. Он. Везет. людей. Он. Не. Имеет. Право. Обогнав. Команду. Сразу. Встать. На. Линию. Обгоняемой. Команды. Он. Должен. Дальше. Провозить. Провозить. Таким образом. Опять. Провозить. Хвост. По. Красной. Линии. Провозить. И. Когда. Вот. Этим. Круговым. Зрением. Он. Видит. Что. Весь. Хвост. Вся. Команда. Прошла. Он. Плавно. Съезжает. На. Линию. Обогнавший. Команду. Обгоняемой. Команды. И. Тогда. Не. Будет. Вот. Этих. Наложений. Притираний. И. Соответственно. Падений. Тут. Самое. Главное. Учитывать. На. На. Здоровья. На. Здоровья. На. Здоровья. На.